Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Святитель Иоанн Златоуст, избранные беседы. Из беседы 10 на 1 послание к Иссалу Никитину. Молодушие бывает причиной погибели, подобной беспечности. Молодушин, не переносящий обид, Молодушин, не переносящий искушений. Он именно и есть посеянный на камне. Апостол говорит, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. 1 Фессалоникийцам 5, 14, 15. Если не должно воздавать злом за зло, то тем более зло за добро. Тем более не воздавать злом, когда наперед не сделано зла. Но такое-то, говоришь, человек злой. Он оскорбил меня и много причинил обид. Ты хочешь мстить ему? Не мсти. Оставь его без наказания и делай ему добро. В том-то и состоит высшее любомудрие, чтобы не только не платить злом за зло, но добром. Ибо поистине это такое мщение, которое приносит и вред другому и пользу тебе, или даже великую пользу и ему, если он захочет. И не только платить добром за зло, но и радоваться в скорбях заповедует апостол. Всегда радуйтесь. Стих 16. Это сказано об искушениях, которые причиняют скорбь. Послушайте все, кого постигла бедность. Кого постигла бедность, все, кого несчастье. Такие случаи приносят радость. Именно, когда мы имеем такую душу, чтобы никому не мстим, но всем благодетельствуем, тогда каким образом, скажи мне, может проникнуть в нее жало скорби? Каким образом вообще может быть опечален тот, кто столько радуется в злострадании, что причинившему зло платит благодеяниями? Но как это возможно, говорят? Возможно, если захотим. Апостол показал далее путь к сему. Стих 17.18. 1 Фессалоникийцам 5 глава. Не пристанно молитесь, за все благодарите, ибо докова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Всегда благодарить есть свойство души любомудрствующей. Ты потерпел какое-нибудь зло, но если хочешь, оно вовсе не будет злом. Возблагодари Бога, и зло обратится в добро. Скажи, и ты подобно Иову, Иов 1.21, да будет имя Господнее благословенно. Ибо скажи мне, что такое потерпел ты? Тебя постигла болезнь, но в этом нет ничего необыкновенного, ибо тело наше смертно и подвержено болезням. У тебя случился недостаток в деньгах, но их можно и приобрести, и потерять, и они остаются здесь. Против тебя злоумушляют и клевещут враги, но виновники этого не нам причиняют обиду, а самим себе. Языки 18.20. Душа согрешающая, она умрет. А согрешил не тот, кто потерпел зло, но тот, кто причинил зло. Следовательно, должно не мстить умершему, а должно молиться за него, чтобы исхитить его у смерти. Не видите ли, что пчела ужаливши умирает? Через это насекомое Бог научает нас тому, чтобы мы не оскорбляли ближних. Потому что в таком случае сами наперед подвергаемся смерти. Уязвляя их, мы, может быть, причиняем им некоторую боль, но сами, подобно сему насекомому, уже не останемся живы. Хотя Писание и похваляет пчелу, однако ничто не может избавить ее от смерти, и она непременно должна погибнуть. Если же и ее не спасает превосходство в других отношениях, когда она делает зло, то тем более нас, подлинно, одним только лютейшим зверям, свойственно наперед наносить обиду, когда еще никто не обижал тебя. Или лучше, это даже и зверям не свойственно. Потому что и они, если ты позволишь им обитать в пустыне, и нападением не доведешь их до крайности, никогда не причинят вреда, не придут, не укусят, но отойдут своим путем. А ты, будучи человеком, существом разумным, будучи почтен такой властью, честью и славой, даже зверям не подражаешь в обращении с соплеменными тебе, но обижаешь и снидаешь брата. Чем же ты можешь оправдаться? Не слышишь ли, что говорит Павел? 1 Коринфянам 6, 7, 8. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения, но вы сами обижаете и отнимаете, и при том у братьев? Видишь ли, что злополучие состоит в делании зла, а благополучие в перенесении зла? В самом деле, скажи мне, если кто злословит начальников, если кто оскорбляет властителей, то кого он одержает, себя или их? Очевидно, себя. Если же оскорбляющий начальника не его оскорбляет, а себя, то оскорбляющий человека не оскорбляет ли через него Христа? Нисколько говоришь? Что же ты говоришь? Кто бросает камни в изображение царя, тот в кого бросает? Не в самого ли себя? Итак, если бросающий камни в изображение царя земного побивает самого себя, то оскорбляющий образ Христов, а человек есть образ Божий, не обижает ли самого себя? Аминь. Аминь.